приветствую всех на своем канале февраль месяц феврале многие празднуют так называемый день влюбленных честно говоря я его не праздную не понимаю я немножко этого праздника но я отдаю дань тому что это еще один повод для людей которые любят друг друга разных возрастов сделать друг другу небольшие подарочки и один из подарочков идея его сегодня будет перед вами в этом видео и заготовки я покупала в магазине офис маг я не знаю если ваших местах такие или нет но я думаю их не составит труда найти они продаются и во многих рукодельных магазинах еще я беру вот такой роскошный красный бархат немного искажает камера в малиновость какую-то отдает но он именно красный прекрасная фактура и он немного тянется эластичной не очень сильно сыпется поэтому подойдет именно для той работы которые я буду делать и надеюсь вы со мной это вместе сделаете еще я возьму тесьму красному конечно золото потом по ходу дела я добавлю еще кое-какие детальки надеюсь что вы не уйдете досмотрите со мной до конца мне кажется это будет интересно и это действительно можно сделать своими руками это не очень сложно но какие-то навыки рукоделия несомненно потребуется техника в которой я буду работать называется кими коми но пусть этого слова незнакомое не пугает здесь все очень просто я должна разметить вот это сердечко по линиям сделать прорези а в прорези заправить как раз вот этот роскошный красный бархат ну и еще что там мы с вами придумаем сделана небольшая разметка всего лишь вот по средней части и по боковинке и теперь эти линии разметки я должна прорезать примерно где-нибудь на 5 миллиметров можно сделать специальным резцом можно сделать обычным канцелярским ножом и уже в этой прорези будем заправлять чудесный красный бархат сегменты на этом сердечке я всегда промазываю клеем карандашом в принципе ткань будет держаться и так в прорезях но мы же хотим чтобы это сердечко послужило подольше можно сделать побольше участков побольше разных включить здесь материалов можно тесьму добавить можно ленты атласные я уже делала сердечко с атласной лентой но так как у меня здесь будет другой вариант декора я решила особо не останавливаться на именно на самом сердечке и вы увидите почему прикладываю ткань и надо стараться чтобы ворс шел именно сверху вниз так будет смотреться гораздо эффектнее а теперь с помощью обломочка от маникюрных ножен я должна эту ткань заправить как раз в ту прорезь которую мы сделали перед этим следите за направлением ворса эта часть ткани будет лишнее мы ее можем обрезать четвертинка сердечко обрезана и вот эти выступающие кусочки ткани я должна тоже заправить эластичная ткань натягивается по всему шву и вот она эта четвертинка выбор цвета материала целиком зависит от вас можете взять такой же красный можете взять другие цвета можно даже скомбинировать их не делать целиком красным а добавить еще какого-то оттенка а принцип вам понятен сердечко заканчиваю без вас и именно эластичность этой ткани позволяет убрать все склады помните только про направление ворса вот так смотрится гораздо эффектнее здесь не тот повод чтобы сэкономить ткань ворс должен лежать в определенном направлении иначе это будет какое-то взлохмаченное сердце а клеящий карандаш хороший именно тем что он закрепит ткань вместе с заготовкой но он не проступит через ткань не будет некрасивых пятен честно говоря я не знаю другого такого клея который справился бы с такой задачей поэтому я использую только его все кусочки ткани заправлены смотрите как отливает ворс восхитительно и еще немного надо добавить для красоты эта техника конечно хороша и сама по себе ее еще называют петчворком лоскутным шитьем без швов ведь шуму ведь швов мы с вами и не делали мы просто заправили края я еще добавлю вот этой тесьмы красное золотом и еще кое-что по краю приклеена тесьма обычным кристаллом и это еще не все далеко не уходите еще будет продолжение украшения вот и все приглашаю вас полюбоваться конечно часть работы я сделала без вас потому что очень тяжело работать на камеру а какие-то движения неловкие порой получаются волнуюсь тороплюсь или что-то подобное в этом роде я так думаю рукодельницы меня поймут да в принципе и не рукодельницы тоже поймут ну давайте сейчас вам немножко расскажу что же у меня здесь получилось вот это тесьма добавлено по бортику по шву это понятно да потом была другая тесьма взята это скорее сутаж и этот сутаж был как бы намотан один оборот 2 3 4 единственное что я немножко видите здесь не рассчитала расстояние вот здесь получилось более-менее одинаковая а вот здесь немножко маловато именно об этом я вам и говорила когда работаешь на камеру очень сложно но видите даже и без камеры получился небольшой у меня недочет но в принципе ну что сделаешь вот он такой уже есть его не изменишь здесь добавлен подвешен своеобразный так если камера позволит а камешек ну наверное это стекло цветное золотой оправе кубической формы это все можно приобрести в рукодельных магазинах по крайней мере вот в нашем я нашла и причем их разных цветов красный несомненно сюда подошел лучше всех еще у меня были сердечки заявлено было что они гематитовые не знаю может быть вполне и они были подвешены на пинах и те же пины были туда 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 внутрь заправлены это все с помощью клея клей у меня был обычный момент кристалл как видите он справился а здесь завершающим штрихом бусина она тоже некого оттенка золотого пайетка и колечко это же пин то есть пин это кусочек проволочки с ушком принципе можно было согнуть просто самим из проволоки и сюда же на клей посадить и конечно вот сутаж в качестве подвеса так как я повторяю что я небольшой любитель вот этих вот празднец то я в принципе эту работу выполнила в расчете на то что такому сердечку можно найти и другое применение и только как подарок между влюбленными несомненно ее можно повесить на елку почему нет прекрасно красный золотом прекрасно будет смотреться и на елке но помимо того что это будет и новогоднее елочное украшение такую валентинку такую такое сердечко можно конечно и в качестве декора где-то у себя в доме применить я вам сейчас вставлю несколько фото как я попробовала это сделать у себя ну а вы подумайте что из этого подойдет именно вам все моя работа закончена мой рассказ закончен прилагаю еще несколько фото с вами прощаюсь до следующей встречи с вами была марина в следующей встречи с вами была марина